2 июня 1942 года 20-летний летчик лейтенанта Василий Литвинов под огнем немецких зениток доставил в блокадный Ленинград медикаменты и четыре объемистые нотные тетради с партитурой Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю свою седьмую симфонию, значилось в авторском эпиграфе. Однако состав единственного оставшегося к тому времени в Ленинграде симфонического оркестра сократился со 105 до 15 человек. Вот что было написано в сводках о состоянии оркестра зимой 42-го. Первая скрипка умирает. Барабан умер по дороге на работу. Волторна при смерти. Чтобы заново набрать оркестр, дирижер Карл Элиасберг, сам обессилевший от голода, искал музыкантов по всему городу, обходил госпитали. Во время репетиции музыканты духовой группы падали в обморок. У них не было сил дуть в инструменты. Оркестрантов не хватало. И тогда недостающих музыкантов командировали с линией фронта. 9 августа 1942 года вся артиллерия Ленинграда была брошена на подавление огневых точек противника. В этот день седьмая симфония Шостаковича впервые исполнялась в осажденном городе. Ни один снаряд, ни одна бомба не должны были упасть на Ленинград. В большом зале филармонии были зажжены все люстры. Симфония звучала как реквием по жертвам блокады и как гимн всем тем, кто не сдавался и защищал родной город. Люди в зале плакали. Концерт транслировался по радио, звучал из городских громкоговорителей. Симфонию было слышно даже на передовой. Через много лет дирижера разыскали два пожилых туриста из Германии. Они признались ему. В тот день мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть. Сегодня среди нас есть человек, который в тот день был в том зале, в блокадном Ленинграде, во время исполнения седьмой симфонии Шостаковича. Он всю блокаду прожил и проработал в Ленинграде. Герман Геннадьевич Алешин. С днем победы вас! Я буду краток, если что, землетрясенье или шторм, или цунами, и весь мир вверх дном, или смятенье в головах. Я буду краток в двух словах, или вообще всего в одном. Или вообще не надо слов, и ветер дул поверх голов, и люди все склонены к головы. Как будто слов никто не знал, оркестр музыкой играл, и разлетались в колыбе. Вот так, вот так, вот так, вот так. Оркестр играет в такт. Вот так, вот так, вот так. Над домом развивался флаг, и в небе появился враг, и ну давай кружить над городом. Враги несли ему урон, и окружив со всех сторон, морили город голодом. И город пальцы сжал перстук, перекрестил себя крестом, чтоб на себе не дать поставить крест. Мой город сохранил лицо, прорвал блокадное кольцо, и вновь зовет к себе оркестр. Вот так, вот так, вот так, вот так. Оркестр играет в такт. Вот так, вот так, вот так. Оркестр играет в такт. Вот так, вот так, вот так. Так, пока ты мокнешь под дождем, Сверкает молния и грунт. Пока ты сердцем не совсем остыл, Тебе так много предстоит. Но посмотри, прекрасный вид, И новый дом, и сад, и сын. Среди совсем чужих зимы, С меня в момент слетает хмель, Слетает хмель при цифре 37. Теперь я знаю, что сказать, Вы остаетесь зимовать, Мы остаемся насовсем. Оркестр играет сразу всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok